В Юргу состоялся ученый-советный, которым ректор университета Александр Шестаков рассказал о дальнейших планах в работе университета. Основной итог этого года то, что мы достаточно успешно закончили этот год по программе 5100. Мы запустили программу проектного обучения, мы развиваем программу элитного образования, мы движемся в сторону новых технологий электронного обучения. Я думаю, что это очень хорошая работа в течение этого года и юбилея университета. Мы встречаем в таком настроении хорошо выполненные работы. В самом начале мероприятия ректор Юргу поздравил и наградил победителей «Металкап» и участников хоккейной команды «Политехник». О том, каким трудом им досталась победа и какой подарок они предподнесли ректору университета, рассказал тренер Артем Плетнев. В этом году, в сентябре месяце, игроки команды «Политехник» и команда «Политехник» сыграли в нескольких турнирах. Ну, выигрывать всегда приятно, радостно. Тут просто достаточно много и плотно турниров было на всех, наверное, где-то эмоций не хватило. Ну, это хоккей. Мы тренируемся, играем через игры, становимся сильнее и лучше, готовимся к чемпионату и к решающим матчам, которые будут из нас. Так как Александр Леонидович также является частью нашей команды и сделали номер 11, как у Владимира Путина, когда он выходит на хоккейный матч. Участник чемпионата «Металкап» по технологической стратегии в металлургии Максим Гафаров также поделился с нами сложностями участия в чемпионате. Он рассказал, какие усилия были приложены к победе. Нам необходимо было решить задачу с улучшением качества сформового соединения для труб большого диаметра. В семь бессонных ночей и мы решили это. Люди оценили это на второе место. Наша команда очень рада, что нас так оценили высоко, что поздравили перед ученым советом. Кроме того, на ученом совете обсудили итоги реализации проекта в программе 5.100. Подробнее об этом рассказал проректор по учебной работе Юргу Андрей Шмидт. Наш университет два с половиной года находится в программе 5.100. И успешность продвижения в этой программе зависит от нескольких составляющих. Это прежде всего научная и исследовательская деятельность. Второе – это наши инновации в области образования. Ну и, конечно, это трансформация системы управления в университете в целом. Собственно, об этом шла речь на ученом совете нашего университета. Стоит отметить, что ученый совет был посвящен главному вопросу повышения количества набора. Участники совета детально рассмотрели проблемы, которые имеются на данный момент в университете.